Пам-пам, у микрофона Карина! Сегодня хочу рассказать об игре Bushido Blade 2, которая вышла на PlayStation 1. После выхода двух самых революционных файтингов всех времен, Street Fighter 2 и Virtue Fighter, мало кто мог представить, что жанр еще может быть дополнен чем-то действительно новым. Основная особенность и основное своеобразие Bushido Blade – ее приближенность к реальности. Просто представьте, что у вас действительно в руках меч или копье. Вы много стали бы прыгать? Или изощряться, надеясь, подпрыгнув на полметра, красиво рубануть противника в воздухе? Гораздо целесообразнее используя прыжок для предотвращения ранения ног. Места для боев расположены в самых разных местах, но, честно говоря, не очень-то это и заметно. Все пэкграунты уж слишком мрачны, никакого неба вы не видите. Все черным черно, пустота. Само собой, у каждой техники свои движения и удары. Кроме того, можно сталкивать противников с обрывов, бросать им в глаза песок, делать разнообразные обманные движения, использовать метательное оружие типа сюрикенов, свободно передвигаться по всему полю боя во всех трех измерениях, а не только вправо-влево. А арены обычно довольно большие. Крыши зданий, дворы храмов, просторные додзё и так далее. Кроме того, тут нету привычного нам по файтингам блока. Удары врагов можно только парировать, отражать и отклонять собственными атаками, правильно выбранными и исполненными в нужный момент. Нельзя больше просто зажать одну кнопку и отиживаться в обороне. Игра просто обязывает действовать быстро и стремительно. И, наконец, о лайфбарах, полосках жизни персонажей. Дело в том, что их тут просто нет. Всего один пробущенный удар обычно означает смерть. В лучшем случае противник не убьёт персонажа одним ударом, а травмирует, например, руку. В таком случае парное оружие придётся выбросить. А если вы сражаетесь с тяжёлым двуручным мечом, то удары станут гораздо более медленными и неуклюжими. Один из лучших и, наверное, самый реалистичный фантик на PS1. Внимание! Внимание!